Всем привет! Вы на канале Брауни. Я решила, что нам с вами нужно немного отвлечься от грустных трагических тем и поговорить о чем-то менее серьезном. Например, о сценических и не только образах наших любимых айдолов, далеко не все из которых можно назвать удачными. Безусловно, все это крайне субъективно, да и вообще это всего лишь одежда, и каждый человек волен носить все, что пожелает, так что не воспринимайте этот ролик в негативном ключе. Мы просто обсудим работу стилистов исключительно для развлечения. Пару лет назад я уже выкладывала на канал два выпуска про неудачные наряды айдолов, так что повторов не будет, и то, что вы не увидите здесь, скорее всего, вы найдете в тех двух видео. Ну а этот ролик мне помогли составить подписчики моего телеграм-канала, за что им большое спасибо. Поэтому обязательно заходите к нам, ну и, конечно же, подпишитесь на мой канал, если все еще смотрите меня без подписки. Поддержите видео лайком, комментарием, репостом, любая ваша активность помогает в продвижении роликов. Ну а теперь поехали! Начнем, пожалуй, с относительно свеженького. Наряды девушек из группы Эспо во время продвижения с их песней драма порой были невероятно красивыми, но в то же время некоторые из их аутфитов были просто кошмарными. Например, вот эти джинсовые комплекты на первый взгляд выглядят довольно стильно, но наряд Джизель... Эти странные джинсы. В клипе они смотрелись удачнее, чем на сцене, здесь она как будто только что вернулась с рыбалки. Да, я знаю, что это хай-фэшн и тяжелый люкс, но давайте будем честны. Другое выступление и Джизель снова не везет. Это правда костюм или стилисты просто намотали на нее несколько кружевных отрезков ткани и скололи булавками? Впрочем, у Нин-Нин топ тоже выглядит так, будто что-то уже открепилось, иначе я не могу объяснить эти обмотки. Наряды G-Idle для Queen Card тоже вызывают вопросы. Да, нулевые в моде, да, песни с юмором, но это правда какой-то кошмар. Коротенькая, какое-то дешевенькая на вид садовая трикотажная платьица на шухуа. Странный длинный костюм на сайон, да и в целом сочетание так себе. А как вам такие тренды нулевых? Мне нравятся кастомные костюмы с переделкой рок-футболок, но разве это не перебор? Сколько футболок пострадало для этого образа? Triple S Rising. Видимо, чья-то любимая бабушка навязала костюмов на всю группу. Из-за большого количества участниц от разных по цвету и фасону костюмов рябит в глазах. Большинство из них очень сильно полнят. А как, наверное, некомфортно танцевать в этих шерстяных кофтах? Брррр. Многих зрителей смутил чрезмерно детский концепт новой группы Hype Island. Ведь самой старшей участнице группы уже 20, а самой младшей 16 лет. И совсем уж детский концепт им не то чтобы подходит. И вроде все это довольно мило, но местами попахивает какой-то возрастной регрессией, что ли. Например, этот костюм уж слишком младенческий. Детсадовские платья доставались и совсем уже взрослым девушкам из Red Velvet. Теперь вернемся во времени лет на 10-15, когда мода в принципе переживала не лучшие времена. В 2010 году 2PM подарили зрителям настоящий хай-тек во время выступления с песней I'll Be Back. Стоит учитывать моду тех лет, но как же забавно эти образы секси-хакеров из далекого будущего выглядят сейчас. Экстравагантные костюмы тогда носили практически все. Вот, например, выступление группы U-Kiss с песней Neverland. Представляете мужскую группу в таких костюмах с перьями сегодня? Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, вывез бы и такие наряды. Вот образы парней из группы B-1 и F-O точно никто. И я надеюсь, что подобная мода не вернется, по крайней мере в таком исполнении, ведь тут одними перьями, как видите, не обошлось. Впрочем, ребятам из Ньюист в то время тоже не везло с выбором стилистов. Легендарная была эпоха. Сложно спорить с тем, что Нью Джинс – настоящие трендсеттеры своего поколения во всех смыслах. Но все же и у них бывают откровенно неудачные образы. Например, вот этот аутфит Хэрин. Странный оттенок, странный фасон. Как будто она не успела сменить пижамные штаны на другие перед выходом на сцену. Хотя, на мой взгляд, у остальных участниц группы наряды были не намного лучше. Асимметричные полуспортивные наряды тоже нравятся не всем. Например, этот наряд Минджи смотрится как-то нелепо. Я, конечно, понимаю, что концепт N-mix в миксованиях разных стилей. Но, по-моему, это уже перебор. Особенно костюм Сальюн, который рушит просто все пропорции ее тела. Да, это ярко, но так нелепо. Глядя на такие костюмы, кажется, что в моду возвращаются уже не нулевые, а те самые безумные десятые. Вот, например, группа Young Pose. Как вам такой бешеный микс? Даже у такой иконы, как Лиса из Blackpink, бывают неудачные образы. Например, вот этот розовый костюм. Он совершенно не сидит на ее фигуре, и черный ремень, придерживающий огромный пиджак, никак не спасает ситуацию, а брюки и вовсе выглядят так, будто великие на несколько размеров и скоро просто упадут. Этот костюм Лисы многие фанаты также считают одним из самых неудачных и сравнивают его то с метелкой, то с мишурой, то с ершиками из автомойки. Так или иначе, не только костюм Лисы вызвал у зрителей подобные ассоциации. Эти брюки Лиа из Идзи также сравнивали с автомоечными щетками. У Blackpink, кстати, было довольно немало странных нарядов, а мой личный антифаворит – сорочка Дженни с муравьями. Чан Ваньон тоже иногда не везет с нарядами. Например, многим не нравится вот этот вязанный крючком сарафан эпохи Айзуан. А вот ее, пожалуй, самый неудачный наряд уже в составе Айв. Странные блестящие велосипедки и туника. Многие фанаты считают этот костюм настолько плохим, что стилиста за него стоит отправить в тюрьму, ну или как минимум уволить. Кстати, о тюрьмах. Зачем девушек из Эксен нарядили в тюремные робы, пусть даже на фансайне? На юбку для Новой как будто не хватило ткани, уж очень она короткая и выглядит крайне некомфортной. Когда уже вообще стилисты айдл-групп поймут, что короткие узкие платья и юбки – это неподходящая одежда для танцев? Легендарные выступления группы Эйз с их дебютной песней «Кактус» вызвали споры и бурную реакцию зрителей. Всему виной были короткие шорты парней, которые многие люди посчитали скандально неприличными. Ну, не знаю, лично мне все нравится. И вообще, на девушках мини-едва прикрывающее тело считается нормой, а короткие шорты на парнях почему-то нет. Двойные стандарты получаются. Шину из Бивана и Фо однажды надел самый оригинальный пиджак, который мне приходилось видеть – с принтом из его собственных фотографий. Кажется, оригинальность – это не всегда хорошо. У меня вообще начала закрадываться мысль, что участников группы Бивана и Фо стилисты просто ненавидели. Иначе как объяснить вот это – леопардовый лонгслив с какими-то мешками для сбора пыли из пылесоса. Участники группы Викс отрицают существование этого видео. Или, может, их психика просто вытесняет травмирующие воспоминания. Но мы-то с вами помним эту черную помаду. Что ж, надеюсь, ребята никогда не увидят мой ролик. Однажды участницы Girls' Generation появились на красной дорожке вот в таких платьях. Кто-нибудь сможет объяснить мне, почему только две участницы группы в красном? Может, в этом есть какая-то концептуальная задумка? Или просто костюмерам не хватило зеленой ткани? А эти платья с камнями? Вернее, с принтом камней. Ну, просто в самое сердечко. Какой кошмар. Еще одна проблема, которая весьма распространена среди кей-поп-стилистов – это неумение подобрать наряд по фигуре и правильно его посадить. Например, Ери из Red Velvet часто достаются некомплементарные для ее фигуры наряды, что, конечно же, расстраивает поклонников. А бедная Чоньон из Twice продолжает страдать от рук стилистов на протяжении всей своей карьеры, причем в любом весе. Снова девушки из Эспо и странный выбор стилистов. Джинсовая юбка Макси и красный вязаный жилет на Винтер. Не самые симпатичные джинсы Нин-Нин, да и сочетание костюмов между собой как будто бы отсутствует. У группы Билли концепт довольно необычный, и наряды, конечно же, должны ему соответствовать. Но вот на этом выступлении костюмы девушек выглядят уж слишком хаотично. Отдельно хочется выделить наряд Цуки из совершенно несочетаемых вещей. Юбочка как будто бы от совсем другого перформанса, возможно, даже другой группы. Ну и напоследок немножечко внесценического трэша, а именно, аэропорт фэшн некоторых знаменитостей. Напоследок скажу, что если представленные костюмы не нравятся мне или другим фанатам, но нравятся вам, то это окей. Вкусы у всех разные и видение стиля тоже. На этом у меня все. Не забывайте о ссылочках в описании. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока!